Хочется верить, что Россия это все-таки не про Москву и не про Питер Мы счастливы только когда мы делаем то, что действительно внутренне отзывается нашим ценностям А не то, что ждут от нас окружающие Это не только помощь каким-то там мамам, каким-то дома они сидят Ну мамы, ну что они для нефти значат? Ни одно наше с вами решение не было справедливым и не было несправедливым Мы выбирали, мне кажется, сердцем Чем больше будет женщин, тем лучше мы будем жить Они будут жить и при другом президенте Сотрите это потом Добрый день, меня зовут Юль Варшавская, я главный редактор Forbes Woman Этим летом Forbes Woman и ювелирная компания Mercury вместе придумали и запустили премию Forbes Woman Mercury Awards Для предпринимательниц, которые наилучшим образом проявили себя в период пандемии Что это значит? Они не только спасли свой бизнес, но и помогли людям вокруг Нам пришло около 200 заявок со всей России И члены жюри вместе с редакцией выбрали трех победительниц, которые попали на обложку Forbes Woman и получили уникальный приз от компании Mercury И сегодня вместе с членами жюри мы собрались, чтобы обсудить итоги премии и вообще поговорить о том, почему так важно помогать предпринимательницам в России и как для них прошел карантин и пандемия И я хочу представить вам наших членов жюри Это глава Google в России Юлия Соловьева Это инвестор и продюсер, акционер из Дальского дома Independent Media Марина Жигалова И основательница сети Кафе Андерсон Анастасия Татулова Добрый день Добрый день Прежде чем мы начнем наш разговор о победительницах, я хотела спросить, а как вы провели пандемию? Сейчас многие люди говорят о том, что они вспоминают период карантина не только с ужасом, но и даже с благодарностью Вот какие у вас ощущения? Юля, давайте начнем с вас Я в прошлом году очень много ездила, выступала, работала Когда на 2020 год я себе давала такие новогодние обещания, и это каждый год делаю, неформальные обстановки без списков То я себе сказала, что я хочу меньше ездить, меньше выступать, меньше работать и больше заниматься собой, своим здоровьем и своим ребенком И больше времени проводить дома Мне кажется, я своими новогодними обещаниями перестаралась, потому что вот как я заказала, так и получилось В итоге я практически не ездила, вернее, я вообще не ездила Я очень мало выступаю, и я, конечно, благодарна карантину за то, что у меня появилась уникальная возможность чаще видеться со своей семьей Конечно, дьявол в деталях Тяжелее работать из дома Я постоянно прячусь по комнатам от своего ребенка, чтобы он меня не нашел Я знаю, что некоторые люди у нас в офисе, например, транслируют себя из гардеробных и ванных комнат Мне кажется, мы все потратили какое-то время, чтобы привыкнуть После первоначальной паники, почему я никуда не бегу Возникла, на самом деле, такая здоровая перезагрузка Когда ты понимаешь, что весь мир с тобою не торопится И не надо вот бежать, не надо ни с собой соревноваться, ни с соседом, ни с кем другим И можно выдохнуть, подумать, посвятить время тому, что важно А какие-то вещи и просто выкинуть из своего и гардероба, и приоритетов Поэтому для меня точно это было время плодотворное, время перезагрузки Я считаю, что мир поменялся И, например, то, что я буду меньше ездить по миру, по бизнесу в командировке Это, может быть, и неплохое изменение Мы все поняли, что можно быть эффективными, находясь в любой точке мира Что для этого нам и даны современные технологии, чтобы общаться Это общение, не обязательно оно должно быть в оффлайне Хотя, конечно, по оффлайну скучали, оффлайн никто не отменял Но больше, наверное, даже для дружеских бесед и каких-то менее бизнесовых вещей Марина, вы переосмыслили свой график жизни и бизнес-планы? Я эти месяцы вспоминаю, честно, с большой теплотой Потому что я переосмыслила не только свою жизнь, свои планы, свой образ жизни А для меня это, как и, наверное, для многих, было завершением какого-то очень важного этапа в моей жизни И я провела эти дни с самыми близкими, с своей семьей, со своим сыном И я поняла, что, наверное, я никогда с ним не была полгода с того момента, когда он был совершенно малюсеньким ребенком Потому что я все время бежала, я все время работала И я осознала, что 20 лет я была в жестком корпоративном ритме Вот как мы с Юлей закончили Гарвардскую школу бизнеса И так я с одной работы на другую переходила с пятницы И в понедельник я начинала новую И я поняла, что вот этот жесткий ритм Эта скорость, в которой мы жили все эти годы Ну, наверное, это не единственная реальность В которой можно жить И я эти месяцы для меня был очень важным моментом Тоже вот очень созвучно на то, что Юля сказала Выдохнуть, переосмыслить, послушать себя внутри Понять, что действительно важно Опять же, отсечь ту суету, которую мы иногда сами генерили в своей жизни И оставить только самых любимых людей, близких, друзей Оставить в офлайне только встречи с тем, кем действительно приятно и хочется общаться Очень многие встречи, обсуждения по работе вывести в онлайновую сферу И мы все поняли, это эффективно работает Не каждый раз нужно встречаться, проводить на совещаниях большое количество часов Это вообще неэффективно Поэтому добавить в хорошем плане такую эффективность в свою жизнь Оставив гораздо больше времени и для семьи, для любимых, для себя И вот вообще изменить качество своей жизни Поэтому для меня важный был очень этап И то, что я слышу от своих близких, для многих Это был такой момент правильной остановки вовремя Потому что мы все разогнались с какой-то невероятной скоростью Так что для меня это, наверное, один из, может быть, самых важных был этапов в моей жизни Вы сейчас набираете снова обороты? Я уже набираю обороты Я уже прям бегу все время Абсолютно Я уже набираю обороты И очень рада вот этому этапу Потому что я чувствую абсолютно внутреннюю свободу И вот эта внутренняя свобода дает возможность Когда ты сам формируешь свой график Ты сам формируешь то, что тебе интересно делать И, конечно, это фантастическая роскошь Фантастическая роскошь И я получаю удовольствие от каждой минуты Прекрасно Анастасия, за тем, как вы переживали карантин Мы наблюдали и в Фейсбуке, и в медиа Вы во всех смыслах стали звездой этого времени Наверное, коротко нужно сказать, что происходило И вот как вы сейчас-то ощущаете? Да я вообще не хочу сейчас с вами разговаривать Вы сидите такие все, тут рассказываете Прекрасно Я вообще с вами в какую-то другую реальность У меня тут вот пропасть проходит Потому что я не знаю даже, что ответить вам Да нет, это кошмар был какой-то Никакой, никакой Радости вот эта позитивная дзен нашла себя Да нет Я вообще всю жизнь много работаю Мне кажется, лет 16 как начала, так и работаю Я никогда в жизни столько не работала Я вообще такого не помню Мне кажется, я вообще работала 4 месяца Без единого часа отдыха Ну то есть я вот в какой-то момент просто начала понимать Что знаете, как в марафоне, мне кажется Бежишь, бежишь И что тебе сейчас нельзя остановиться Потому что ты умрешь прямо сейчас Тебе надо сейчас чуть-чуть медленнее, медленнее, медленнее Потому что, ну, все Иначе будет беда И я вот только с начала июня Начала немножечко останавливаться И сейчас остановилась Только сейчас На китах Все На китах? На китах я ездила На Шантарские острова, да Удивительное место Понимаю, что китам 200 лет И вообще все, чем ты занимаешься Это 200 лет И они будут жить и при другом президенте Сотрите это потом Не, поэтому у меня сложный был очень период Мне кажется, невозможно сложный Потому что Просто я У меня было полпроцента, что компания выживет И это какое-то чудо, что она выжила Вот, наверное, так Поэтому ничего оптимистичного Не скажу И я, когда вы мне сказали про участие в конкурсе Я просто считаю реально, что все эти люди, они герои Абсолютно То есть ты читаешь эти истории, у тебя мурашки бегут Потому что ты понимаешь Что это Ну, каких это стоило усилий Не остановиться там Не умереть А просто продолжать идти И это очень сложно выбирать Потому что вот правда Там каждый человек, он достоин того, чтобы Он был великий Это абсолютно правда Когда ты делаешь любой конкурс Ты понимаешь, что когда ты объявишь результаты К тебе придут и скажут, что ты сделал это неправильно Что нужно было выбрать других И обычно у меня есть очень четкий ответ На все претензии И когда я вот думала вот этим Вечером перед выходом номера Я понимала, что завтра выйдет номер И все будет известно Я поняла, что вот в этом конкретном случае Ни одно наше с вами решение Не было справедливым И не было несправедливым Мы выбирали, мне кажется, сердцем Потому что наши девушки Победительницы Forbes Woman Mercury Awards Каждая эта история отражает Отзывается В нас И для меня лично очень важно было То количество людей Которым их усилия помогли Потому что, конечно В первую очередь все пытались Хоть как-то выжить Да, и то, что говорит Анастасия Это, конечно Ну, действительно Это абсолютная правда Да, особенно Те владельцы собственного Маленького крошечного бизнеса Которые Некоторые из них только начинали его Они выживали Но какие-то люди умудрились Выживая Помочь выжить другим И в этом смысле, мне кажется Наши победительницы Это такой стопроцентный мэч Ну, давайте уже о них поговорим Во-первых Наверное, такой вопрос Что вы думали и чувствовали Когда получили от нас От редакции шорт-лист Какие у вас были впечатления Расскажите, пожалуйста Юля Шорт-лист это 15 Это 15 наших номинантов На главную премию Во-первых, было чрезвычайно сложно выбрать Потому что те истории С которыми вы поделились Они все настолько разные Но каждая из них настолько интересная Настолько трогает так много количества людей Удивительно, что все эти девушки Предпринимательницы Они не только продолжали делать свой бизнес Очень многие они его заново перерождали И переосмысливали И при этом старались помочь Как можно большему количеству людей Мне кажется, важна была наша тоже дискуссия Совместная Потому что выкристаллизовывались Какие-то параметры общие Но в общем и целом Выбрать было колоссально сложно Мы даже в Гугле Потом придумали небольшую Маленькую премию от себя Она про бизнес Называется Альтуризм Альтуризм, да Это компания, которая помогает Развитию ремесел и туризма в регионах Во мне лично это звалось тем Что внутри Гугла уже несколько лет Мы помогаем и Ростуризму И работаем совместно У нас большой проект с ВЭБом Над тем, чтобы Кроме того, чтобы развивался внутренний туризм Еще очень важно, чтобы развивались наши регионы Хочется верить, что Россия Это все-таки не про Москву и не про Питер И такое большое количество талантов И так много еще мест нет на карте Мы, например, два года назад На питерском форуме запустили совместный проект Называется он Гастрономическая карта России Чтобы на карте подсветить те места Уникальные Самые идентичные Которые есть в разных регионах Затем в конце года мы вместе с ВЭБом Запустили проект «Прошагай город» Где сами люди внутри города Там были огромные флешмобы Ставили на картах Разные места Потому что очень часто, если сейчас тебя нет в интернете То фактически тебя нет в жизни Тебя никто не найдет И так как сейчас Очень, мне кажется, вырос запрос на внутренний туризм Очень важно, чтобы люди, которые захотят поехать в наши российские города Чтобы они имели полный доступ к информации Чтобы они имели эту информацию Вот этот проект тоже как-то срезонировал Поэтому мы с удовольствием утвердили наш собственный приз Это будет несколько сессий Бизнес-сессий с нашими специалистами внутри Гугла Как лучше выстроить свою цифровую стратегию Для того, чтобы продвигать этот проект Да, девушка, прекрасная девушка Развивает, помогает ремесленникам из регионов Развивать их работу Действительно, мне кажется Особенно сейчас, когда все поехали по России И посмотрят, на самом деле, какая у нас страна Ну и привлекать к этому внимание Да, да, да Анастасия, я думаю, что боль многих наших претенденток Вам была знакома, как никому другому Что вы чувствовали, когда это читали И какие у вас были мысли Я в каждую историю погружалась Ну, какие мысли Невозможно выбрать, правда Если бы не вы, я бы, конечно, не выбрала Но у меня тоже есть вот такой фаворит Мне кажется, что вот эта девочка из моря внутри Они делали фургончики, которые развозили К больницам подвозили Они не только к больницам, они по дворам ездили Ну, то есть это вот как раз про то, про что вы говорили Что кроме того, что человек искал возможности выжить для своего бизнеса Он радость развозил Это какая-то невероятно крутая тема Я вообще вот эту вот идею женского предпринимательства На самом деле много лет отстаиваю Именно потому, что женщины способны об этом думать Что вот надо привести во двор радость Надо устроить что-то в микрорайоне Это женский подход, правда Да и он для страны, мне кажется, для нашей сильно важен Кроме сырьевого бизнеса Это инфраструктурного бизнеса Это дает какую-то возможность Действительно потихонечку Но делать комфортную жизнь Понимаете, это когда у государства Наконец-то приоритеты Становится благополучие человека Не в целом интересы страны А благополучие каждого конкретного человека Вот эта девочка, она про это И мне прям очень-очень отозвалось То есть я, понимаете, я про бизнес Я вчера выступала на форуме Сидела, готовилась, когда думаю Что самое важное надо сказать А потом поняла, что мы, знаете Очень много предпринимателей Вот этот кризис вернул к тому Что бизнес на самом деле Это цинично про деньги И мы очень много об этом забываем Особенно молодые предприниматели Сейчас очень такая эпоха Мотивационно вдохновляющая вот этих вещей И за этим за всем теряется Что бизнес без прибыли невозможен Это может быть там самозанятость Я не знаю Это может быть Ну даже благотворительность уже сейчас В принципе Они начинают подходить к этому по-другому Но и поэтому у меня в оценке было Что важно И у меня в оценке все равно было важно Насколько это было Прибыльно, эффективно Какой был охват Ну то есть я вот старалась все-таки Еще в цифровые показатели уйти Наверное, я оценивала вот так Потому что, ну мы же договаривались про это А вдохновляющие они совершенно все Да, ну мне кажется, что как раз наши проекты Они все и были с большим охватом Марина, как вы в нашей дискуссии Активно очень участвовали И у вас тоже были свои фавориты Кто вам понравился? Как вы вообще отреагировали на этот список? Первое мое ощущение, когда вот я взяла Распечатанные эти листы А мне распечатанные легче воспринимать информацию Ну, наверное, первое, это большая ответственность Потому что я понимаю, что в каждой номинации Те финалисты, которых вы отобрали Это уже все самые достойные И я достаточно долго погружалась в эту историю Возвращалась для того, чтобы подумать, оценить И действительно все истории, они уникальны Потому что я вот прям физически чувствовала Вот с одной стороны Энергию этих в основном очень молодых девушек И ту мощь, которая стояла за каждой историей Это же каждая история Это вот победа, когда человек каждый день Творил действительно геройские поступки Потому что мы все помним эти первые дни Абсолютно растерянности, что делать Когда у тебя ответственность и перед компанией И перед людьми, которые на тебя работают Один из критериев, который для меня был важен Это, конечно, и масштаб Насколько даже из небольшого бизнеса Можно было сделать историю, которая повлияла На жизнь очень многих людей И здесь как раз фонд доступа Он один из тех примеров Или один из примеров Кидзава Когда сколько тысяч родителей Благодаря этому сервису Смогли выдохнуть, оставить своих детей И работать И одно из критериев, я бы добавила Это возможность использования после пандемии И вот для меня одним из фаворитов Это доставка 65 Вроде бы очень простой сервис Но действительно все заказы продуктов Рассчитаны на цифровую молодежь А если человеку за 65 или 70 Хотя сейчас очень много уже Очень цифровых наших бабушек и дедушек Но все равно зрение, реакция И такой простой сервис И я рада, что вот как раз Лента Выкупила этот сервис И теперь он доступен во многих городах В нашей стране Вот для меня это как раз С точки зрения бизнес-идеи Такой очень яркий пример Как то, что действительно нужно И может жить и востребовано Уже в наше сегодня, можно сказать Более мирное время Ира, во-первых, поздравляю Это, наверное, самая такая серьезная И сложная номинация Лучшее бизнес-решение Мы действительно подходили Очень внимательно к выбору Долго спорили И в какой-то момент мы поняли Что в Kids Out Есть оптимальное сочетание И бизнес-овости И социальной какой-то важности Потому что было очень спешно Когда мы сказали Кто победил внутри редакции Несколько наших редакторов В которых есть дети Сказали Боже мой Эти ребята спасли нам жизнь Во время карантии Вот видите Вот видите Классно На самом деле Я думаю, что многие журналисты Уж я точно Мы помним, как Kids Out создавался Потому что когда-то Один из основателей блокад Крангаус И она наверняка сейчас До сих пор с вами Да, остались учредители Как ты пришла в проект? Ой, у нас очень смешная история Потому что мы Независимо от Кати Думали над своим проектом И вы как раз Я уже много раз рассказывала Почему я вдруг Из биотеха Перешла в Такой Рассказанный бизнес Я поняла, что Во-первых, я не могу С помощью биотеха Так быстро менять мир И получать обратную связь Во-вторых Когда у меня родился ребенок Я поняла, что я не могу Полноценно сочетать карьеру И функцию Функцию матери Как бы осторожнее это не звучало И когда у нас была годовщина С мужем Это была такая прекрасная история Мы поехали отдыхать на Волгу В то место, где мы Справляли свадьбу И я разговаривала С владельцей турбаз Где мы отдыхали У нее в тот момент Тоже был ребенок Примерно того же возраста И она с моим ребенком Там заигрывала Мы с ней обсуждали Какие-то близкие нам темы Потом у меня похожий же Диалог был с продавщицей В магазине Он был Ну вот точно такой же Эмоциональный И фактически Контентный разговор Был идентичный Я поняла, что это тема Которая Объединяет вообще всех Матерей Вопрос Чем покормить Как положить спать И вообще куда их деть И вот тема Куда деть детей Она настолько близка Вообще Всем женщинам Всем родителям Если отцы участвуют Полноценно В воспитании детей Они понимают О чем я говорю И мне захотелось Вопрос решить И потом Когда мы начали искать Какие есть решения На рынке Уже готовые Мы натолкнулись На то, что Есть Катя Крангауз И ее проект Get's Out И мы влились В эту команду И они в этот момент Уезжали Поэтому они нам Просто с рук на руки Передали проект Который Он только запускался Не было еще ИТ-решения И когда мы пришли Мы собственно Достроили эту часть Которая занимается Итишной частью И отладили школы С тех пор я в проекте Что произошло Во время пандемии Я предполагаю Что сервис Который помогает Подобрать Бэбиситера Должен находиться В ужасе В этот момент Когда ты понимаешь Что все закрылось И все Что с вами происходило Да Мы были в ужасе Это очень хорошо Описывает ситуацию В которой мы находились У нас просто Вот Мы недавно Анализировали графики Чтобы посмотреть Мы возвращаемся Не возвращаемся Там просто Провал По всем По всему По деньгам По посещаемости Ну по всему Что только может быть И надо сказать Что из-за того Что я живу В другой стране Я знала о том Там не кончалось Темношка раньше Я понимала Что это Перейдет и в Россию Все то же самое Как бы не говорили Что у России свой путь Мы там выдержим Нет Мы пытались попутно Собрать какое-то количество Денег наличных То есть Ходили по инвесторам Банк обращались Нам к сожалению Ничего не дали Поэтому Мы морально Были уже готовы К тому Что сейчас будет яма Финансовая И нам нужно Что-то с этим делать И первично Мы думали Над каким-то Финансовым решением Вторично Мы думали Про то Как мы можем Организовать работу Когда на очередном Зуме Где мы обсуждали Что мы можем сделать Вернулись К онлайн ситингу И очень быстро Все решилось Мне кажется Нет аналогов В мире Когда мы начинали Не было Сейчас достаточно много Причем и в России Я прям вот вижу Что Мы запустили Через три дня Выходят последователи А в Америке То же самое И были последователи Я не знаю С нас они брали пример Или в принципе С не с нас Потому что Идея Онлайн нянь Она на самом деле Первично Была озвучена В Японии Еще несколько лет назад Они сделали Робота няню Который может Удаленно Наблюдать за ребенком Чем может быть Хуже человек Который делает Это через ум Поэтому Мы решили Калькой просто Это снять Попутно Мы нашли Например Ребят Которые делают В России Искусственный интеллект Которые анализируют Эмоции ребенка И он может Каким-то образом Если мама работает Сигнализировать И аларм-аларм Нужно Как-то включиться В общем Оказалось Что все это Очень-очень близко Но из-за того Что был Какой-то отлаженный Традиционный процесс Никто к этому Не обращался Все говорили Что нет Это бред Это никому не нужно А когда Обстоятельства Изменились Вот эти все возможности Которые уже были На поверхности Их осталось Только взять И применить Люди уже были Вынуждены Это все Тестить Да Это могло не зайти Но оно зашло И этому Можно только порадоваться Что хотя бы Такая возможность была И у сидеров Которые работали У них была Возможность Срабатывать И у родителей Которые тоже работали Просто на своих работах И им нужно было Делегировать детей Я на самом деле Потом получала Конечно Десятки писем Вообще Со всей России По поводу нашей премии Мы все Понимаем Как тяжело было Родителям В пандемию Потому что Ты сидишь У тебя 8 зумов подряд Вокруг ходит Ребенок И спрашивает Мамочка Ты любишь меня Больше чем работу И конечно Кидзаут В этом смысле Спасал Хотя бы на 3 часа Доставка 65 У меня 87-летняя бабушка Живет в Барнауле Там нет Доставок Никаких Яндекс.славок Там нет И невозможно Ей никак было Помочь Кроме как Просить каких-то Знакомых Надеюсь Доставка 65 Теперь будет Где-нибудь В Сибири Конечно Фонд доступ Мне писали Представители бизнеса С Славим Они просто Растерялись И не знали А что им делать Чтобы остался смысл И вот когда К ним приходили фонды Которые стали посредниками Между бизнесом И врачами Они писали мне Что мы просто Обрели в этот момент Смысл И конечно У меня даже сейчас Мурашки идут по коже Но я хотела с вами Обсудить еще одну Очень важную тему Единственная претензия Которую я услышала По поводу нашей премии Звучала примерно так А почему это Вы награждаете женщинам Ну вы сами понимаете Так как я представитель Forbes Woman Ко мне этот вопрос Несколько нерелевантен Я помогаю женщинам Потому что мы Пишем о женщинах Но с вашей точки зрения Вот именно Для женщин Для женского бизнеса Для молодых предпринимательниц Эта пандемия И карантин Они как-то сложнее Проживались Чем для мужчин И почему вот нужно Поддерживать Именно женщин-предпринимательниц Юля Я искренне считаю Что сложнее Потому что Мне кажется Не только в России Даже В очень продвинутых Странах Где Роль женщины И мужчины Она как бы Особенно когда вы родители Она уравнена В правах Все равно Мне кажется Если ты работаешь Если ты при этом Мама На тебя Ложится Дополнительная Нагрузка Связанная С логистикой А ведь Были закрыты Школы Детские сады Дети В больших городах Кто жил в центре Москвы Не могли выйти на улицу Представьте себе Ситуацию При котором Все это В принципе Ложится на плечи женщин И вот Джонглировать Всем этим При этом Все таки Транслировать Внутрь своей семьи И оптимизм И эмоциональную стабильность Это мне кажется Занятие Очень тяжелое И в этом контексте Да простят меня мужчины Мне кажется Что Все таки Процент мужчин Который был настолько Вовлечен Вот в семейные дела Он все таки Не такой большой И Я очень часто вижу Что там Папы Мужья Запираются в кабинетах Мне нужно работать У тебя пошел пока А женщины Остаются Вот со всем Семейным бытом Который внезапно Поменялся Катастрофически И даже если он До этого У тебя был налажен Эта новая реальность Она Заставляет тебя Полностью Переосмыслить И переоборудовать Все как у тебя устроено И при этом Никто не отменял работу Никто не отменял Зумы Вот это все В комплексе Очень усложняет На самом деле Вот Каждый день И именно женщина С этим сталкивается Больше всего Если говорить В принципе О бизнесе То Одна из моих Глубоких убежденностей Что все равно Все таки Я против Такого гендерного Дифференциации Так как В течение моей карьеры Я сталкивалась с тем Что Часто там Уход от карьерного Какого-то выбора Это выбор женщины Не потому что Какие-то есть вещи Где там Мужчины имеют преференции Но вот в данной Конкретной ситуации Я Моя позиция Она созвучна С Юлей Потому что в силу Опять же Можно сказать Гендерного неравенства Да Там женщина Отвечает И за дом И за семью И за быт И за какие-то Очень базовые Потребности Своей семьи И она оберегает Семью И в этой ситуации Я сама это почувствовала Где я Научилась делать то Что я делала Очень много лет И получила тоже От этого большое удовольствие Но я Отдаю себе отчет Что для меня Это был временный период Да Но конечно Я на себе почувствовала Домашнее хозяйство Оно забирает Огромное количество времени И вот как при этом Выделить Время для работы Для того Чтобы сосредоточиться Это было очень сложно Поэтому я В этой ситуации считаю Что конечно И женщинам И предпринимателям Нужна поддержка Нужна помощь Особенно вот Если мы посмотрели Многие из Номинантов Они все очень молодые У них маленькие детки Которые тоже требуют Внимания И вот их желание Реализовать себя Находит во мне Огромный отклик И желание поддержать Помочь Поделиться своим опытом И искренне пожелать Им всем Терпения Удачи И такой вот Уверенности В том Что они делают Вот мне кажется Как раз Уверенности Многим и не хватает Анастасия До начала Нашей съемки Вы мне говорили Что вообще Чем больше будет женщин Тем лучше мы будем жить Поэтому мне кажется Что вас эта тема Очень отзывается Женского предпринимательства Да Но опять же У меня такая роль Непонятная И тут я с вами Не согласна Я считаю Что мужчинам Было гораздо сложнее И вот Предпринимателям Которые Прожили пандемию Я считаю Было гораздо сложнее Мужчинам Потому что Женщина Она как бы Органически считает Что женщина Может быть слабой Неважно Предпринимательный Или нет На самом деле Ей можно позволить Себе быть слабой Мужчины Попавшись в такую ситуацию Им было Очень тяжело И не хочется Может быть Об этом говорить На самом деле Эта цифра К сожалению Нигде не публикуется Но количество самоубийц Среди предпринимателей Оно выросло в разы И это крайне сложное И страшная тема И на самом деле Это мужчины А не женщины Женщины оказались Более сохранны Женщины отвечают За детей За семью За родителей За мужа В конце концов Они тоже отвечают А мужчины Много мужчин сломалось Это страшное время И мне кажется Что в плане Кстати пребывания дома Тоже Все что я видела Вокруг себя Это было про то Что мужчины Первый раз Поняли Что такое сидеть дома И это оказалось Не так прикольно Как им кажется Вот это вот сидишь Ничего не делаешь С ребенком Ну как бы Ну и вот это все Для мужчин Мне кажется Это был Жесточайший стресс Поэтому С точки зрения пандемии Я считаю Что женщине Скорее всего Все таки было Легче Исходя из ваших слов Получается Что женщины Оказались А сильнее Б Они быстрее приспосабливаются К новым обстоятельствам Это правда Это правда И женщины Более многозадачные А вот второй аспект И мне кажется Почему премия важна И почему в принципе Важны эти женские премии Потому что Вот мы как раз говорили До начала дискуссии Вот этот индекс Гендерного равноправия Мы в политике В этом индексе На 122 месте Это где-то Около Руанды И позади Узбекистана Мне кажется Что этим объясняются Многие вещи Которые с нами происходят Потому что Еще раз хочу вернуться К тому Что женщина Она чаще Про благополучие Конкретного человека Не про То как выглядит В целом Регион Фаиф Город Страна А про благополучие Конкретного человека И нам этого не хватает Поэтому мне кажется Что женское предпринимательство В целом Непризнаваемое страной Долгие годы То есть у нас просто В принципе не считалось Что женщина В бизнесе Она Ну Жена вообще есть При этом у нас Довольно много женщин В корпоративном управлении Уже слава богу В больших компаниях У нас В государственных компаниях Много женщин И это круто И это на самом деле Меняет эти компании Но вот в предпринимательстве И в политике К сожалению Нет, не так А надо, чтобы было так Поэтому чем больше Вы будете привлекать К этому внимания Тем лучше Поздравляю Во-первых Мы очень рады Я как раз За кадром Рассказывала Инсайт Что проект Наверное Был единственный Который мы выбрали Без каких-либо Вообще споров И обсуждений Все Мы Это супер Но что было до этого Потому что у нас Номинация Перестройка бизнеса Чем вы занимались До пандемии До пандемии Я работала В IT-компании Коммуникационная Облачная платформа Которая как раз Умеет делать Голосовых роботов И автоматически Обрабатывать Ответы людей Это знание И опыт Помогли мне Сделать этот проект Сделать адаптер Для приема звонков Куда пожилые люди Звонят И рассказывают Какие продукты Им нужны И после этого Я передаю Это все В ритейл сети А как вообще Родилась эта идея Вообще Расскажите Как для вас Началась пандемия Что с вами Происходило И в какой момент Вот родилась Эта идея Пандемия Началась И всю дорогу Была тревожна Потому что У меня Я живу в Москве Мои папа и мама Живут в Петербурге И было Много Тревожных Новостей И по телевизору И от друзей И когда все Стало медленно закрываться Моу папе 75 лет Я понимаю Что у меня нет Уже возможности Приехать и показать ему Как не выходить из дома Как пользоваться девайсами Чтобы он мог сам Заказывать продукты Домой Мама живет В другом месте В Петербурге То же самое Она умеет пользоваться Ватсапом И это ее максимум Я стала искать Сервисы Вот как мы пользуемся Яндекс Доставка По телефону Мы привыкли Три кнопки И стала искать Какой-то простой способ Удаленно Сделать так Заказать продукты Вроде такая простая история Но видимо Не было раньше Потребности Работать с этой аудиторией И она возникла В пандемию Когда я поняла Что я ничего не могу найти А приехать и объяснить Как это сделать Я не могу Я подумала о том Что нужно срочно Сделать такую Простую историю Канал По которому пожилые люди звонят Говорят что им нужно Без всякой оплаты онлайн Им это привозят Они расплачиваются Либо наличными Либо переводом на карту И могут не выходить из дома А как это устроено Технически То есть Если какое-то приложение Или это просто телефон А кто тогда сидит На другом конце провода Кто разносит продукты Вот как это все устроено Технически Технически выглядит Следующим образом В пяти городах Есть обычные городские телефоны По которым пожилой человек звонит Там ему отвечает Умный голосовой робот Которого как раз я делала На технологиях распознавания От Яндекса Синтез Яндекса Распознавание речи от Гугла То есть это инструмент Который понимает Что говорит человек Распознает И умеет ему отвечать Соответственно пожилой человек Назвонит И ему говорит Добрый день Вы хотите загадить продукты Он говорит Да, что вы хотите Продиктуйте Человек пожилой диктует продукты Мы это все записываем Уточняем адрес Где он находится Телефон По которому можно перезвонить И отправляем это в информацию В одну из сетей Ритейл-партнеров С которыми я работала Не знаю, можно ли называть Можно, можно, конечно Да, это первый подключился Вкусвилл в Москве Потом к ним мы добавили перекресток Потому что в Москве было очень много звонков С самого начала С первого дня Сотни звонков в день В Петербурге Екатеринбурге Была лента И в Калининграде Дикси Это сделано было для того Чтобы это не было Ну, это просто Много нужно было подключать И я смотрела Кто быстрее может это вместе со мной сделать И вкусвилл И лента мы сделали За два дня, две ночи Я бы так сказала Вот этот адаптер После того, как мы отправляли сообщения С данными о заказе в ритейл Они на своей стороне контролировали волонтеров Волонтеры собирали корзину И отвозили пожилым людям Я должна вам сказать, что В тот же день буквально Что и вышли результаты нашей премии Forbes Women Mercury Awards Мы выпустили рейтинг богатейших женщин России Они были в одном номере И они вышли в один день на сайте И я вам хочу сказать Что для меня Самым, наверное, большим подарком Лично моей премии В этой премии Была реакция наших подписчиков На эти два события Насколько героини Победительницы Forbes Women Mercury Awards Восхитили наших подписчиц Настолько же разочаровал их очередной рейтинг Наших богатейших женщин Где Ну, в общем, он не меняется много лет Я думаю, все про него все понимают Я даже не буду говорить Они писали нам примерно А там было, наверное, 50 или 100 комментариев уже С одним и тем же текстом Мы хотим видеть ролевые модели Вот эти девочки Из премии и члена жюри Это женщины, на которых мы хотим равняться И уж если мы хотим прийти в бутик Mercury Купить себе украшения Мы хотим знать Что мы до этого отлично поработали И вот я сама себе делаю этот подарок В этом смысле Для молодых предпринимательниц Как мне кажется Может быть, я сейчас, конечно, питаю иллюзией Но я на это надеюсь Ролевыми моделями становятся Вот такие Self-made женщины Которые все добились сами И много для этого работали И боролись в тяжелые моменты Поэтому я хочу спросить вас Как вы считаете Как, во-первых, должны выглядеть Эти ролевые модели для современных Предпринимательниц молодых И, во-вторых, и в главных, наверное Что сегодня нужно делать На каком-то системном уровне Чтобы этим предпринимательницам помогать Что это? Премии, образование, программы, сообщества Что должно быть в России Чтобы эти девочки молодые Имели хорошие возможности Для социального лифта И карьеры Начну, наверное, с первого Что нужно иметь Какие качества Мне очень понравилась фраза Марины Про внутреннюю свободу Мне кажется, что Самостоятельность и внутренняя свобода Это те два качества Которые не только девочкам Но и мальчикам, наверное, нужны Мне очень нравится Что новое поколение Е И следующее за ним Они растут немножко другие, чем мы Они действительно растут Гораздо более свободными У них другие мерила успеха И не всегда это только деньги Мне кажется, очень важно Подрастающему поколению И молодому поколению Делать правильный выбор Не идя за толпой Потому что этот выбор Тогда будет основан на том Что тебе хочется делать Где у тебя есть какая-то страсть Потому что именно Интересы, увлечения Они позволяют достигать успеха Они модные профессии И модное образование Конечно, образование никто не отменял Мне сложно сказать Что сейчас происходит с образованием На данном этапе Когда я училась Все немножко было по-другому Понятно, что есть качество образования С которым сейчас, наверное, Это не вопрос пяти минут его поменять И хочется верить Что есть качественное образование И в России Другое дело Что если оно за деньги Если это на коммерческой основе Очень хочется, чтобы у молодого поколения Были возможности Брать кредиты Под нормальные проценты И чтобы вопрос наличия Или отсутствия денег И какой-то возможности финансовой Не останавливало их На этапе выбора Образовательных программ Что вот когда мы с Мариной Поступали в Гарвардскую бизнес-школу Я не знаю, как сейчас там Но на тот момент Тебя даже не спрашивали Есть у тебя финансовые возможности Или нет Потому что Школе очень важно было Выбирать Студентов, которые подходили Под эту школу По разным параметрам И деньги вообще не играли Никакой роли Потому что когда тебя Принимали Потом у тебя была комбинация Как ты мог собрать Вот эту мозаику Недостающей финансовой помощи Которые могли быть Твои сбережения Но также это было Гарантированные кредиты от банка Гарантированные школой Большое количество разных грантов И вот мне кажется Что если в нашей стране Будут такие возможности Где все-таки выбор идет И прием школы идет От того, какого качества И ученики И какого качества образования И какое качество образования Они хотят получать А деньги Они уже второстепенные И они могут приходить В разных комбинациях Я считаю, что Как раз рассказ О таких ролевых моделях Очень важен Вопрос в том Что является приемлемым Что такое критерий успеха Да, в обществе Это хороший вопрос Это самое первое Деньги ли это Я согласна с Юлей Нет Конечно, мы все понимаем Что там Свободное финансовое положение Это всегда Гораздо более комфортная ситуация Но признание успеха Победы Это не всегда Только в денежном эквиваленте И здесь Вы уже для этого Очень много делаете Как Force Woman И, конечно, вот Очень важно И с этим конкурсом И с другими Вашими, так скажем Статьями, репортажами Подсвечивать ролевые модели Успешных женщин Не только Меря их Финансовыми показателями И здесь я считаю Что в этом у вас тоже Очень большая такая Социальная миссия И, наверное, для меня Эти ролевые модели Это Женщины, которые Смогли сами Принять решение Добиться Если они совершили ошибку Принять неудачу Идти дальше Оценить И таким образом Идти вперед Позовывают Действительно Своё сердце Может быть Это звучит Несколько наивно Но это так Потому что Мы счастливы Только когда Мы делаем то Что действительно Внутренне Отзывается Нашим ценностям А не то, что ждут О нас окружающие И то, что принято Может быть В этот момент В обществе Как некая мерила успеха Я как раз За абсолютно Такую внутреннюю мотивацию И за внутреннюю оценку себя Если говорить О поддержке Я считаю, что Поддержка Она может быть В разных направлениях Образование Однозначно важно И вот здесь Система Может быть Грантов Может быть Объединение Компаний Которые могут Выделять Какие-то средства Для того Чтобы молодые Женщины Которые начали Бизнес Могли учиться Это же не обязательно Большие длинные Многогодовые программы Это могут быть Какие-то курсы Которые необходимы Именно по тем навыкам В том направлении В котором они Ищут Своё призвание Общение Доступ Наверное К женщинам Которые Уже Добились Успеха И здесь Форумы Я надеюсь Что вы Продолжите Расширить Как раз Комьюнити Форсвумен Потому что Для меня Лично Уже много лет Это действительно Очень важный Источник И знакомства С выдающимися Успешными Женщинами Возможность Посоветоваться Пообщаться А иногда Вы знаете Просто получить Заряд позитивной Энергии И понять Что Всё отлично И Мы развиваемся И идём дальше Поэтому здесь На вас такая Большая социальная Миссия По моему мнению Мы готовы Анастасия Что нужно делать Чтобы помогать Женщинам Предпринимательницам И как вы думаете Например В том числе Ваш выход Такой мощный В публичное пространство В этом смысле Что-то изменит Вот тут я прям Очень согласна С тем Что сказали коллеги Вот без этого Вообще Невозможно Ничего делать Первое Нужен доступ К образованию Нужны гранты И эти гранты Должны быть Либо Действительно Должны быть бесплатные Либо это должны быть Длинные И очень дешёвые Деньги Которые За государственный счёт Которые позволяют Человеку брать кредит На 20 лет Прицельно На образование К сожалению На сегодняшний момент Это вообще Попросту отсутствует Ну то есть Я считаю Что это одно Из важных вещей Тут нельзя сказать Женщины или мужчины Потому что Это просто Необходимо делать Сейчас государство Не инвестирует Деньги в образование Предпринимателей У нас вообще Мне кажется Сложно с инвестициями Образование Сейчас инвестируются Деньги в образование Чиновников И это хорошо И правильно В образование В госкомпании Наверное Надо ещё давать Возможности Вот таких вот программ Вот об этой теме Мне кажется Два часа Можно только о ней Но вот Я что хочу сказать Что очень важно Я и Марина сейчас Об этом говорила Надо дать человеку Возможность ошибаться И наверное Это самое главное Качество Которое мешает У нас в стране Точно И в принципе Оно для предпринимателей Очень важно Ты когда катаешь На чём тут я Я на лыжах катаюсь Невозможно Если ты боишься падать Ты никогда в жизни Не научишься кататься С любым видом спорта Так Ты не можешь выйти на ринг Если ты боишься Что тебя ударят И в предпринимательстве Самое важное Сделать так Чтобы человек не боялся Но сейчас Против этого Работает вся машина В стране Ну то есть Не нужно никаких Денег предпринимателям Я считаю Что даже доступ К дешёвым деньгам Если не снять Вот этот первый барьер Не решает проблему А для того Чтобы перестать бояться Нужны изменения В налоговой системе Нужны изменения В административном кодексе В уголовном кодексе Нужно прекратить Сажать женщин Предпринимателей В тюрьму Да и мужчин Надо прекратить Сажать предпринимателей В тюрьму До суда И как бы Это много лет Мы обсуждаем Комендарный вопрос Который не требует Бюджета от государства Он тоже до сих пор Не решён И поэтому Если вот это не снять Всё что мы будем делать Дальше бесполезно Потому что Во-первых Ну у нас сейчас Вход-рубль-выход-два Ну то есть Мы сейчас активны И в Москве Тоже очень много Делается для того Чтобы человек Начал бизнес Он его начал Но дальше Когда он его начал Он всё время Всем должен И эта ситуация Она невозможна Так невозможно Сделать непрорывные проекты И в общем-то Мы живём в этом Что любой Как бы более-менее Крупный проект Он либо тут же Покупается Сбербанком Мы превращаемся Просто в бизнесы Которые все Принадлежат государству Которая пока Ну руки у него Не доходит Слава богу До микро там И малого Но даже чуть больше Среднего Вот сделка вчера Там кухня на районе Все вот эти вещи Они про то Что безопасно Себя чувствует Только Гиганты Аффилированные С государством Не поправив этого Ничего дальше не получится По поводу списка Форбт я вам хочу сказать Ну всё-таки Да, это так Но там, например Есть бы кольчук И уже одно это Слава богу Потому что Десять лет назад И пять лет назад Там даже бы кольчук не было И даже, мне кажется Три года назад Её там не было Не было Поэтому даже это уже Это маленькая Самоуверенная победа Да Хорошо бы, конечно Чтоб этот список Состоял из другого Но опять же То, что мы видим сейчас Это продолжение И соседнего списка Из мужчин В котором, в принципе Ну точно такая же ситуация Им денег при разводе Никто не оставлял Там тоже деньги Как бы не Ну Прямо скажем Не все их заработали Предпринимательством Много очень мыслей На эту тему Мне кажется Что Очень важно И ролевые модели И всё остальное Ну вот, знаете Вот идём по Москве Или по любому городу В который там В регион И приезжаешь У нас улицы Чем называются Это маршалы Политические деятели И всё Понимаете Давайте называть их Именем Не знаю Дай бог ему здоровья И долгих лет жизни Аркадия Новикова Или там Жени Дёмина Или Бокольчук Но Это важно Мы же даже Российскими предпринимателями Там 19 века Или 20 Мы не называем улицы Потому что нет такой профессии Её нет Её не существует И Если мы Начнём всё-таки Движение в этом направлении То, наверное К следующей К следующей Жизни китов Лет через 200 Мы будем жить В какой-то другой реальности Ну Вот И список будет другой И список Да Я работаю Над этим На самом деле Наши претендентки Все Причём Forbes Woman Mercury Awards Понятно Что мы с вами Выбрали Действительно Те проекты Которые были Более масштабные Китзаут Помогал Тысячам матерей Юль, можно добавить С китзаутом Тоже важно понимать Что Не только Тысячам матерей Но вот эти Знаете Как цепочки поставок И рабочие места Конечно Они помогали В том числе Огромному количеству Компаний Которые Получили Всё-таки Работающих сотрудников И это важно И это надо Показывать И государство В том числе Что это не только Помощь Каким-то там Мамам Каким-то Дома Они сидят Ну мамы Ну что они Для нефти Значат Но это в том числе Те люди Которые работают И в госкомпаниях И в частном бизнесе Которые смогли Работать Безусловно И они Между прочим Дали В 57 городах Рабочие места Людям Которые Например Воспитатели Детских садов Которые У которых Все Которые сидели Без работы В конце концов Это очень важный Сегодня навык Потому что Как мы будем учиться В ближайшее время Если нас Ударит Ещё какая-нибудь Пандемия Нам всем Надо уметь Работать онлайн Доставка 65 Которая действительно Из абсолютно Благотворительного проекта Превратилась в бизнес И в общем Виктория Которая его основала Она Оставила свои IT Проекты Очень успешные И стала заниматься Этой доставкой 65 Я уж не говорю Про фонд доступ Который на мой взгляд Сделал Ну ту вещь Которая для меня Например Сейчас является Одним из приоритетных Направлений В работе Моего другого издания Forbes Live Я считаю Что бизнес И третий сектор Благотворительный Они вообще Давно должны Подружиться Во-первых Я поздравляю Спасибо Мы очень рады Что именно Ты стала Одной из победительниц Давай поговорим О предыстории Как ты вообще Попала в благотворительность Как ты начала И заниматься Ну на самом деле Для меня Это личная история Потому что Я как-то Себя никогда Не ассоциировала Именно с благотворительностью Больше с медициной Потому что Я работала в этой сфере Но к сожалению Случилась такая ситуация Что в 2016 году Я попала В вертолетную аварию И в рамках этой аварии Получила тяжелые Очень травмы Не только я Но и мои друзья И к сожалению Некоторые из них погибли Но я видела Просто как самоотверженно За нас борются врачи И как они стараются Сделать просто все Что может Они пытались Поднять на ноги Нас почти на второй Третий день Они делали нам тяжелые операции Они верили в нас И когда медсестра Однажды ко мне Моя пришла С утра С баночкой Домашнего варенья И с нарисованным рисунком От своих детей Настя Поправляйся Я просто Расплакалась Несмотря на то Что я была Не в самом лучшем состоянии Честно говоря Я увидела Вот эту человечность Вот эту доброту И вот такой вот Уникальный подход Я подумала Боже мой Что же она так Наверное ко мне И я только одна Такая здесь И вот она так Ко мне относится Я заходила И я понимала Что в каждой палате Ну куда могла дойти Потому что Мое расстояние было Там 5 метров Сначала я проходила Потом 10 метров Я вставала Там заново училась Вот И причем Это все было так легко Она приходила ко мне По утрам Говорила Так Принцессы Надо наряжаться Там женихи В соседней палате Значит там Женихи себя представляли Там переломанные Отделения Сочетанной травмы Люди все в гипсах Я с фингалами Под глазом Там с носом Съехавшим Ну в общем Такая тоже В бандажах Значит принцесса Такая собирается К женихам И вот Она вот этим Своим оптимизмом Какое-то вселяла Просто нереальное Желание жить Идти и двигаться Вперед И я не знала Что я могу сделать Для этих людей Ну то есть я не понимала То есть как-то Ну дать денег Наверное Людям Всегда хочется Первое что хотят Многие Почему-то покупают Алкоголь Считают что Для врачей Это очень актуально Там или Ну кто-то Какие-то продукты Еще что-то Но это так мало Мне показалось Что я Ну мне хотелось Что-то сделать Больше Вот И я тогда Познакомилась С девочкой С которой мы Начинали наш Первый проект Там с подружкой С моей С которой Которая меня Вдохновила Своя история Она рассказала Что вот она Сейчас помогает Детям с ожогами Врачам Как раз Онкологам И инвалидам Там на креслах Но в связи с тем Что как бы С людьми на креслах Я тоже столкнулась К сожалению Не понаслышке Это моя личная история Тоже Я понимала Что если люди Имеют внутренний стержень Они справятся сами Дети с ожогами Бесспорно Но к сожалению Их очень много И у меня не было Таких ресурсов Чтобы им помочь И как-то я вот решила Что ой Молодые врачи-онкологи Да вот Я очень хочу им помогать Потому что ведь Один врач Потом может спасти Тысячи жизней Насколько это системно Обдумано И мне показалось Что да Это действительно Вот именно то направление Куда надо двигаться И этим я Собственно и занималась Вот В рамках фонда В рамках фонда Да В рамках фонда Который я организовала Не так давно Вот именно как фонд Но как инициатива Она уже существует Достаточно долго И мы уже обучили Несколько специалистов На базе Высшей школы онкологии Как раз В городе Санкт-Петербурге И Ну действительно Мне приятно Общаться с молодыми Ребятами Которые прошли Это обучение И сейчас Работают В лучших центрах Онкологических В России И занимают Уже Хорошие должности И они действительно Не просто Занимают должность Потому что Они Там Имеют связи Или как-то туда попали А по заслугам Потому что Они являются Очень хорошими Сильными специалистами Мне кажется Что пандемия Показала Что если бизнес Не будет поддерживать Благотворительность А благотворительность Не научит бизнес Быть социально ответственным То Вот в очередной раз Когда у нас С нами случится Какая-нибудь Глобальная история Которая нас Засадит дома И те И другие Просто не выживут На самом деле И в этом смысле Мне кажется Что победительницы Нашей премии Force Woman Mercury Awards Они Сделали даже больше Чем Предполагали Что они делают И Они на самом деле Вот для меня Ролевые модели Потому что Вот мы с вами Сейчас обсудили Что нет грантов Нет Какой-то Налоговой системы Нет поддержки А вот на этом Нет Они же Взяли и делали И вы понимаете Что конечно Мы наградили Какие-то масштабные проекты Как я уже говорила Но там же были Я не знаю Там Женщины Которые в Якутии Перевела детский сад Онлайн Героиня Она Она героиня Женщина Из маленького города Которая Свою обувную фабрику Где они делали Туфли Там за полторы тысячи рублей Для местных жительниц Переоборудовала Под производство Антисептиков И масок Героиня Она Героиня Все они героиня И вы тоже Наша героиня Я очень вам благодарна Я хочу сказать Маленький тизер Что нам С ювелирной Компанией Mercury Которому я безумно Благодарна Это лучший Партер Крайм Нам так понравилось Сделать премию Forbes Women Mercury Awards Что мы хотим Сделать ее И в следующем году Тоже Так что Стей тюнт Спасибо вам огромное Спасибо 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 Спасибо